Генеральный директор российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко рассказал губернатору Александру Богомазу, что на областном телерадиопередающем центре работают профессионалы высокого уровня. Деятельность брянского филиала РТРС заслуживает самой высокой оценки. Глава региона согласился с гостем и особо отметил в этом заслуги директора ОРТПЦ, заслуженного работника связи и информации России Ирины Малявка. Мне когда-то понравилось, когда она выступала у нас, она начала рассказывать всю систему, как работает, где работает, что как, без бумажки. Мне всегда нравятся люди, когда о своей работе рассказывают не по бумажке, а как оно есть. Генеральный директор РТРС не смог присутствовать на церемонии запуска архитектурной подсветки на брянской телебашне из-за болезни. Но как только появилась возможность, сразу посетил наш приграничный регион. Работа у связистов сейчас напряженная и ответственная. Самое главное – безопасность. Занимаемся безопасностью, знаете, да, я Игоря Олеговичу написал письмо, позвонил ему, подключил своих федеральных инспекторов, состыковали с погранцами и с ОВД. Тесное взаимодействие налажено и с областными властями. Когда сегодня был Андрей Юрьевич, я ему рассказывала и про вторые линии по электроснабжению, как мы строили, как вы нам помогали, как мы одними из первых в стране это сделали. И то, что мы обеспечили вооруженное сопровождение наших работников. Спасибо большое Андрею Сергеевичу, который подключился, и мы первыми среди всех трех регионов это сделали. Поэтому спасибо большое, по каким бы, Андрей Юрьевич, мы в правительство не обращались к вопросам. И работники это знают, что мы всегда находим поддержку, понимание и помощь. Еще ни одного вопроса не было, чтобы нам в чем-то отказали. Теле и радиовещание – это далеко не все функции, которые выполняет российская телевизионная и радиовещательная сеть. Поэтому неудивительно, что основная часть встречи прошла без присутствия прессы. Александр Новиков, Анатолий Чекрыгин, Александр Жучков. События. Брянск.